Улица Советская и Улица Октябрьская Дом культуры Костельная была раньше Вот это вот, справа Ну она, а сейчас стала, только нога вперед Вот как бы, вот с радостью Здесь как раз я рос, начиная с третьего класса на постоянной основе Дед, к сожалению, скончался как раз, когда я перешел из третьего в пятый класс в сентябре И, в общем-то, вот начиная с пятого класса и до окончания школы Очень часто находился вместе с бабушкой Ну и, соответственно, с той молодежью, которая здесь в тот момент росла Компания у нас была очень большая Мы росли очень дружной семьей И хочется сказать, что вот благодаря, наверное, тому, что мы здесь вот находились И большую часть времени проводили на улице в общении Стоит позвонить любому из той большой компании, кто есть И они, находясь на разных должностях, в разных регионах И некоторые даже за границей Они помогут всем, чем могут Потому что детство, проведенное вместе, это и есть вот та большая семья Которой, наверное, нужно стремиться с сегодняшней молодежью, с сегодняшним поколением Поэтому нужно общаться, нужно вместе строить Вот здесь вот, я вспоминаю, было огромное количество снега Пещеру снежную мы строили В ней мерзли Потом друг другу помогали, лечили Красногорова Тоже вместе, но почему-то вот сосульками Наверное, вот процесс закалки происходил как раз вот на улице Может быть, благодаря этому и немножко были здоровее, активнее Ну а самое главное, всегда стремились к хорошему Вот сегодня всех вспоминаю, даже в детстве мы всегда что-то строили Строили городки, строили пещеры То есть детская направленность была на создание чего-либо Вот современной молодежи, мне кажется, вот этого не хватает Им надо заниматься строительством, чтобы созидать точно Футбол, когда были совсем маленькие, кстати, вот здесь вот ворот Вот столб один, столб второй, вот здесь вот А второе поле было, вон там он за дорогой Там он как раз, где сейчас автобус стоит Это вот второе футбольное поле было Вот играли там Ну причем нам много было, не надо было, мяча не было Нужно было просто найти кожу, набить ее соломой Причем это нужно было делать каждый день И в принципе этого было достаточно, чтобы выплеснуть энергию Я третий, четвертый, пятый класс То есть вот и выше и выше, когда он учился Ну так получилось, что спорт нас в первую очередь объединил Ну и я помню, как он, наверное, где-то лет 14, даже раньше То есть он с отцом пошел помощником-комбайнером У нас всегда было принято, если чуть постарше становится школьник Мы закрепляем помощником-комбайнера С тем, чтобы он становился механизатором в последующем Учился там с ВТО или техникум заканчивал Или потом уже шли в институт Будучи выпускником седьмого класса Перейдя в восьмой класс в летний период времени Тогда же не отдыхали Всегда старались работать в хозяйстве Ну тогда было спокойновато И как раз вот мы с мальчишками Ну с одноклассниками, кто старше Мы, собственно говоря, также пошли работать Очередной год, очередное лето И вот именно на этом поле Перейдя в восьмой класс Вот от этой опоры металлической Первый раз осуществил самостоятельную поездку На комбайне СК-5М1 Нива Здесь мы косили траву на сено Причем костер, трава была И вот первый раз, в свой день рождения 12 июня Я осуществил самостоятельную поездку на комбайне Для меня это был двойной праздник И день рождения удалось нам в любом случае Так как первый раз сам на комбайне Без помощи своего наставника Я осуществил вот эту первую поездку Конечно, прибежала мама Папа был в поле Работали Маме рассказал Мам, представляешь, первый раз Проехал сам на комбайне Ну, это же достижение Тем более парень Это самостоятельное вождение В поле, в чистом поле И причем, зная сегодня, что комбайн движется Всего скоростью 7-8 километров Но управляя им, мне казалось, что я лечу на самолете Потому что столько много механизмов Движется, вращается И нужно за всем этим следить Это вот такой эмоциональный всплеск был Я до сих пор Это вот мурашки по коже На путь Институт, чтобы Выпускал На ней выпускает кадры Те, которые Больше оставалось в селе Вот здесь мы катались на санках Вот этих деревьев здесь не было Вот здесь вот прям Здесь обрыв огромный Ну, я не знаю Мы, наверное, думали, что несколько запасных жизней у нас было у каждого Ну, прыгали Катались Не знаю Все выжили Все нормально Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Винштейн говорит, что интуиция – это вообще священный дар А разум – покорный слуга Интуиция Вот у вас разум или интуиция? И то, и другое, наверное Потому что не могу сказать что И иногда интуиция И я всегда думал, что же такое И всегда для меня был пример Посмотреть, как люди В людях разбираться, научиться Это вот Александр Михайлович Как раз Сутников И я всегда на него смотрел Потому что первый руководитель для меня он был И вот когда на него смотрел И думаю, человек в людях разбирается Видит, потому что на планерах, на совещаниях Так четко пресекает те попытки Которые там Ну, каждый руководитель среднего звена Он же хочет как-то уйти Немножко от ответственности А он прям так четко пресекает И вот я думаю, какая у него интуиция Развита на какие-то ловки А потом вот смотрю С течением времени Получилось, что интуиция – это, наверное, результат Разумных действий Интуиция – результат разумных действий Да, да, да Ну и плюс опыт Опыт, конечно, самый главный Проницательность, да С опытом, наверное, наживает По большей части Вы знаете, что про вас говорили Когда вы собирались стать директором Какой у вас самый страшный был недостаток 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 Все говорят, вот, хорошо Но только вот уж больно Ну да, это Геннадий Петрович Котельников сказал Это тот недостаток, который пройдет так быстро Что ты даже не заметишь За пять месяцев прошел Возраст Ну, скажу так, если честно Вот, Анна Вадим Для себя я вот заметил Что вот, может быть, на таком старте Не хватает Взрослого какого-то коллеги Которого бы советовала и поддерживала Я для себя думал, что нету его А вот они оказались И я хочу сказать Тот же, вот, Геннадий Петрович Котельников Там некоторые вещи А самое главное для нашего вуза Это Геннадий Сергеевич Буховов И Геннадий Иванович Болдышев Вот, которыми я провожу встречи Мы периодически встречаемся И многие те вещи, которые вот Уже сейчас происходят Они мне говорили в декабре Сначала в ноябре И вот именно Геннадий Сергеевич Буховов Многие вещи как бы подсказывает и говорит Ну и, конечно, Геннадий Иванович Болдышев Потому что он основной человек С которым мы начинали работать вместе в команде И вот переход управления факультета Мне вот дорого То, как он до сих пор ко мне относится И как вот отец к сыну Потому что, когда он уходил с декана Он всегда говорил Причем, не то, что говорил А произошло даже так Он как-то заходит и говорит Зайди, нужно поговорить Я захожу, он говорит Все, Сергей, я чувствую Что ты сделаешь для факультета больше, чем я Поэтому давай, бери Хотя он мог еще работать по контракту По-моему, два года Но вот он для себя такой шаг сделал И доверил мне факультет И мне было это очень как-то вдвойне ответственно Потому что человек подошел и сказал Ты сможешь сделать больше И как бы все эти годы я старался делать для факультета больше И, как говорят, нужно сделать все Чтобы превзойти хотя бы на один гвоздь, на один шуруп, на один саморез Своего коллегу Чтобы был какой-то прогресс, развитие И вот в этом плане он это сделал шаг И когда я стал ректором, он подошел И мне говорит Сергей Владимирович, я верю, что ты сможешь На факультете же получилось В университете получится тоже Потому что самодача, самое главное Самодача и любовь того вуза, в котором мы работаем Она у меня, не скажу, что зашкаливает Но я очень горжусь, что закончил наш факультет Наш университет и тогда Академию А самое главное, наверное Те вот учителя, которые проходили Мы, Климанов Александр Владимирович, мне хочется вспомнить Он всегда, вот его фраза такая была Когда он говорил Вы учитесь на лучшем факультете И не потому, что он лучший, я хочу А потому, что мне говорят другие И помните это И по вашему поведению будут судить О факультете в целом И университете, соответственно Тогда Академия А инженерный факультет, Мехфак Прямо мурашки по коже Я вот вспоминаю от его таких вот холодных фраз И большинство одногруппников и однокурсников Все учились по-разному, что там говорить Но все это ценили, понимали Что вне зависимости от того, что Каждый результат стремится по-разному Все очень гордились, что именно Учатся на факультете, на Мехфаке И вот вечера встречи проходя Которые мы встречаемся Они до сих пор С теплом и добротой вспоминают Все те хорошие дни И не очень Все двойки, тройки, пятерки И все благодарны тем учителям С которыми мы работали Поэтому это вот так вот Завуалировано ушли от возраста К учителям Чему вы сейчас учитесь? У этих людей, у своих воспоминаний Переоценка какая-то, может быть, есть Что бы вы, например, не сделали бы Из того, что делали раньше Не надо это перечислять Просто хочется понять Вот теперешний путь Вот он какой? Пытаюсь честно сказать Самый главный фактор, наверное Услышать то, что у нас Преподавательский состав хочет В результате Не просто там эмоции послушать А разобраться в суть И как Альсам Михайлович Как там была беседа у меня с ним Петров Альсам Михайлович И он как-то сказал Я помню вот эту фразу Его Во всяком случае от него я услышал Он говорит Ты понимаешь Вот хоть и Академия одна у нас А вид из каждого окна разный Вот И я вот это заметил Если честно почувствую И самые распространенные вопросы у меня сегодня И семьи, и близких Вот Говорит Если бы вот вернуть ноябрь там Потому что ситуация-то Не совсем у нас сейчас все хорошо пока Но выстраивается, налаживается Как бы перспектива очень все равно радужная И хорошая для меня Ты, говорит, вот Поменял бы Решение Я говорю Однозначно нет Потому что Ни в коем случае Но Мне кажется Вадим Вопрос Знаете, как вот Если идешь С желанием Работать на людей И для тех Кто в университете Да Мне кажется Любой человек Если у него есть такое желание У меня другого нет Он в любом случае Принесет какую-то пользу В первую очередь Для тех же Кто работает в этом университете И самое главное Что вот сейчас Происходит осмысление И хочу увидеть от коллектива Чтобы все научились Считать эффективность Своей работы Именно считать Выраженную В деньгах Как бы не хотелось Это слышать Да Почему Потому что Просто дайте мне премию Это одно А дайте мне премию За то Что у меня есть Вот такой результат работы Это совсем другое И вот мне кажется Сейчас получается Потому что Если в начальном этапе Приходили Говорили Там Дайте И потому что я хочу То сегодня приходят Некоторые говорят Дайте Потому что у меня Есть видение Вот на это И есть видение Вот на это И если мы видим В перспективе Те идеи И мысли Которые преподаватели Приносят Которые Материализуются В виде там Работы Активной работы Со студентами Самое главное Активной работы И выигрывание конкурсов Не важно Даже какой этап Там региональный Или федеральный И самое главное Мы видим Что студенты приходят И начинают заниматься Творчеством И есть результат Тут вот эти вещи Надо всегда поддерживать И собственно говоря Мы для этого Как бы и работаем Чтобы воспитать В себе Замену И поколение За счет чего Вы вдохновляетесь Есть у вас какой-то ресурс Какое-то стремление Учитывая Вот обстоятельства Не всегда благоприятные Где Ваш ресурс Который позволяет Вам Жить Не Формируя Какие-то Вот такие Какие-то Злобные мысли Скажу вот так Вот честно Это вот знаете Есть такая история Я правда Не помню Откуда она Искусствоведы Я сейчас скажу Про музыку Правда Анализировали Музыку Баха Почему Музыка Баха Так вот Людей возвышает Делает вот их Чище И Прочитал такую фразу Что Бах В своем творчестве Не допускал Зла В свою музыку То есть Он вот ее творил Абсолютно Всегда От чистого сердца И поэтому Она получается Возвышенная В ней есть вдохновение Мне кажется У вас есть масса Поводов Жить по-другому Почему Вот Как вот вы держитесь Вообще Вот скажите просто За счет чего вы держитесь Первый Это наверное Учителя в школе Которые вот Привела Или я сам Вот как-то выбирал То что хотелось Выбирать Вот Чиносова Валентина Николаевна Директор школы Физик у нас был Постоянно Она всегда Урок заканчивался Одним Вы должны Она очень была Строгая Жесткая Требовательная Вот сама по себе Ее все боялись Но уроки Заканчивались Всегда одним Вы должны Созидать И приумножать Это вот Вот всегда Вот вы понимаете Мне это в голове Осело И в жизни Вот как-то Ну все-таки Учителя же Это же пример Потом учителя На производстве Там на практике Но Одно из самых главных Это мама Учитель начальных классов Которая вот Уходя Выбирает Там работать Оставаться в хозяйстве Или уходить В ВУЗ Я помню Она мне сказала Сергей Если как бы Выбираешь Работу педагогическую То у меня вот Убедительная просьба Никогда не связываться С деньгами И Работать на обществе И вот То обещание Которое я ей дал Для меня Это вот Вдохновление Это вот Стена Что называется Да И семья Вот Третий момент Семья Это вот Большая семья И уверенность в том Что абсолютно Все эти действия Которые я делаю Они Правильные И верные И Понимание Что главное В жизни Не деньги Вообще Вообще Не деньги Оно вот В семье Происходит И супруга И мама И отец Всегда Было вокруг Одно Что в жизни Главное Не деньги А первое Это добросовестность Отношения к работе И второе Самое главное Это вот Желание Должно быть И Цель В общем Никогда не должны Монетизироваться Цели должны Всегда вдохновлять Результат работы Это конечный продукт Чистые цели Чистые цели Наверное Да Вот как-то вот так Хоть опыт Конечно не такой богатый Как у тех профессоров Которые нас готовили Да Но вот Все то добро Которое Не оплачивается Оно монетизируется В итоге Отношениями И благоприятные ситуации Которые Иногда Но складываются Все равно В пользу того Чем ты занимаешься И мне кажется Вот это сегодня Вообще Самый главный момент Когда У любого Руководителя Должна быть В первую очередь Это Чистота его действий И желание Работать На Общество И отсюда И будет Заряд И будет Вот эта Энергетика Положительная Которая есть Ну мне так кажется Во всяком случае У меня в жизни Складывается Именно так Что Если человек приходит Обращается с проблемой И ты ему помогаешь И ничего за это не просишь От этого же человека Не сегодня Может быть через год Через два Через десять лет Вернется в десять Двадцать раз больше Происходит так Что Когда делаешь добро Что-то помогаешь Идешь навстречу И ничего за это не просишь Сегодня Люди воспринимают Это Как-то Это Неправильно То есть Все время Стараются Как-то Это Обозвать Что-ли Или как-то Вот это Монетизировать Мне кажется Этим не нужно Заниматься Если люди делают Идут навстречу Это Принимать Как Просто То Что Так Должно Быть И Самое-то Главное Что Те Кого мы Учим Они Смотрят На Наши Поступки А если Они будут Видеть Вот эти Чистые Поступки И бескорыстные Отношения К делу Они Сами Так Будут Делать Ну Во всяком Случа Мы же Учились У таких Чему-то Научились Чему-то Научились Время Такое Еще Относительно Монетизации Люди Монетизируют Они Мне кажется Избегают Не только Бедности То Здесь Смысл Не в том Я Монетизирую Чтобы Не быть Бедным Они Избегают Отношений Каких-то Глубоких Избегают Дружбы Избегают Каких-то Искренних Каких-то Проявлений Собственных Чтобы Их Ни в чем Не заподозрили Не увидели А увидели Только то Что правильно Для мира То есть Правильные Деньги Но Никто Никого Не упрекнет Он хочет денег Да Это Здорово Это Правильно Вот Дружба Для вас Глубокие Отношения Дружеские Что это Такое Нарекаетесь У вас Есть Дружба В жизни Есть Доверие Вот Сколько Ты Сможет Увереть Человеку И быть Уверен В нем И Несмотря На то Что Не все Вот Те Друзья Которых Я считал Тогда Друзья Как бы Так Скажем Кого Я считал Друзьями Практика Показывает Что Не всем Надо доверять Но Если Не доверять Очень Тяжело Жить И ставить Амбициозные Цели Которые Мы Сегодня Ставим Это Первое И Второе Порядочность Которой Сегодня Вообще Не хватает Ту команду Которую Сейчас Формируем До Формируем Я думаю До конца Мая Это Вот Те Люди Которые В первую Часть Должны Ставить Задачу Обеспечение Общих Благ Всему Нашему Коллективу А Если Большинство Будет Заряжено На положительные Эмоции На чистую Энергию То И Тем Кто Этого Не хочет Они Сами По себе С течением Короткого Времени Поймут Что Ну Просто Не надо Значит Здесь Надо Искать Что-то Другое А Среда В которой Роз И Где Учителя С которыми Общался Ченосов Александр Федорович Это Уникальный Человек Не имеющий Конечно Высшего Образования Просто Специалист Бригадир Но Тот жизненный Опыт Который У него Был И который Вот он Передавал И всегда Подсказывал Его Нигде Никогда Ни за какие Деньги Не купишь Это Уникальный Просто Человек Вазарев Там Вадим Анатольевич Это Агроном Да Который Выезжая В поле Мы там Сжигали стерню И как-то Останавливаемся Где-то Около Двенадцати Ночи Выходим Из вазика И он мне Говорит Сергей А ты знаешь У тебя есть Запах поля И я Слышал Это Сосочетание Но Не знал И вот Он мне Говорит Вот у каждого Запах поля Свой Вот у меня Говорит Это Жженая стерня На поле Это мой Запах поля А я думаю А какой же У меня Вот так вот Для себя И потом Я понял Он И он У меня есть Это Запах Когда Работает Комбайн Идет Обмолот И вот Измолачивающего устройства Когда Вымолачивается Пшеница Вот И есть Определенный Тонкий Тонкий Такой Запах Хлеба Пшеницы Вот свежий Чистый Который Не в пыли Не в этом И он есть И вот я Работая на комбайне И для меня Я вспомнил Вот Что всегда Нос Обоняние Что всегда Воспринимало В комбайне Именно Вот этот Запах Хлеба Вот этот Запах Пшеницы И вот Поэтому Как говорят Запах Поля Он Запах Поля У того Кто Вырос В поле И Собственно Та возможность Та практика Которая Была У нас И когда На нас Вообще Не жалели Ни государственные Деньги Никакие А просто Вот Доверяли Все Абсолютно И не боялись За то Что мы Что-то Сломаем И От этого Что-то Будет Кому-то Плохо Сегодня Конечно Такого Нет Сегодня Все Стоит Больших Денег Коммерция Внесла Определенный Вклад И Вот Поэтому На детей Студентов Я имею Да Смотришь И понимаешь Что Условия В которых Росли мы И Реалии В которых Нас Воспитывали Вообще Близко Не стоят С теми Которые У сегодняшних Студентов Но при этом Они в другом Более Так скажем Развитые Более Интеллектуально Богатые Это Информативность Очень много Весь вопрос Что Она неупорядоченная У них Эта информация Вот Как бы Мне кажется Наша задача Их Направлять И упорядочивать Вот тут Большой объем Данных Который У них Имеется Хаотичный Вот Хотя бы Немножко Раскладывать По полкам Или по этажам Что-ли Как-то Вот так Вот Чтобы Они Немножко Понимали Что Откуда И когда Взять Представьте Себе Первокурсника Пришел Первокурсник И вот Он Очень Хочет Чтобы Этот Вуз Стал Прям Его Местом Силы Прям Смотрится Думает Как же Что бы вы ему Посоветовали Если бы он вас Спросил Как Как закрепиться В этих стенах Так Чтобы С ними был Обмен Чтобы они Поддерживали Чтобы они Понимали Ну вы же знаете Точно ответ На этот вопрос По сути Это больше Спрашивать Некого Надо Дерзать Надо обязательно Идти к тому Что Надо Стремиться К тому Что есть В сознании Я почему Хочу Такой вопрос Очень хороший Я участвовал Наверное С 2000 года Да Вообще Вопрос Прям Вот По себе Наверное Почему Потому что Ну с первого дня Вот Мне хотелось Чтобы про наш Вуз Говорили Только Хорошо И Мы Не могли Его подвести И Самое главное Это говорилось Это демонстрировалось И это показывалось С теми учителями Которые здесь есть У нас очень богатая История Учителей Которые Воспитали Не одно поколение Ученых И Настоящих Профессионалов Которые до сих пор Работают И вот Все те успехи В первую очередь Самарского региона Я считаю Последних лет Которые произошли Основной И самый весомый Вклад Внесли Вот Как раз Учителя Нашего вуза Это Однозначно Не из-за того Что Большинство районов Возглавляют Наши выпускники Просто из-за того Что Именно здесь Воспитывается Понимание Того Что необходимо Работать на Результат Для общества И сегодня Это самое главное Вот Выезжаем в район И смотрим Что сегодня Как раз Вот Те специалисты Которые могут Взять на себя Ответственность Они Как раз Являются Нашими выпускниками Поэтому Если будут Такие ребята И они будут Они у нас есть Наша задача Создать все условия Чтобы они себя Здесь проявили И закрепились И в первую очередь Даже возможно И у нас Потому что Сегодня Открывается Для нашего вуза Уникальная возможность Подготовки Как раз К кадру потенциала Взамен Себе Несмотря на то Что вроде У нас возраст До пенсионного Еще далеко Но Замену Готовить нужно Сегодня Если мы хотим Развития Прям подвели меня Через 10 лет Что будет Как вы себя видите Через 10 лет Каким Можно никем Просто Каким Уже есть стремление Какое-то Стремление одно Чтобы Через наших студентов Через нас самих Немножко Отношение К аграрному сектору Даже Не то Что к аграрному сектору А к людям Живущим И работающим На селе Со стороны Общества Увидели Что Будущее Не В Городском Воспитаннике Да А будущее Страны Именно В человеке Который Пришел С села И туда Вернется Потому что Мы последний Наверное Вуз Для тех Ребят Девчат Которые Находятся Сегодня В сельской Местности Которые Может стать Великолепным Стартом Потому что Сегодня Выезжая В школу Видишь Глаза Видишь Детей Которые Почему 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 Даже Не Думают Получить Высшее Образование А Они Способны Понимаете И вот Мне кажется Если мы За 10 лет Попробуем Трансформировать Себя Вуз И повернуть К тем Кто хочет Получить Аграрную Профессию И Сможет Себя Потом Реализовать В том числе Вернувшись К себе На Родину Это будет На самый Главный Успех И наша Победа Почему Потому что Не может Наша Аграрная Страна Жить Без сева Не может Убежден Особенно Последние Два года Когда Наконец-то Увидели Что Дивиденды Аграрного Сектора Превосходят Дивиденды Войно-промышленного Комплекса Это только Лишь В моем понимании 15% От того Что мы можем Показать Почему Потому что Продовольствие Это жизнь И Очень часто Говорят Продовольственная Безопасность Мне никогда Не хотелось И Учителя Меня заставляли Запоминать Фактор Такой Не продовольственная Безопасность А должна быть Продовольствие Независимость А продовольствие Независимость Обеспечивает Только Один человек Это сельчанин Который Производит Продукты питания И собственно говоря Кутузов же сказал Что Сытый солдат Только Солдат И поэтому Мне кажется Вот наша Основная задача За 10 лет Перегрузить Отношения В ВУЗе К тем ребятам И девчатам Которые будут Приходить к нам И показать Что Быть Выпускником Аграрного ВУЗа Это не только Почетно Но это еще И наверное Правильно Потому что Это наша миссия Это раз И второе Мы должны Показать Что Он здесь В своей среде И здесь Его воспринимают Как своего Не чужого Они все Наши дети И не случайно Сегодня мы Пересмотрели Программу Воспитания Закрепили Кураторов На кафедрах Для того Чтобы они Индивидуально Занимались Со всеми Абсолютно Ребятами Которые захотят Заниматься Какими-то Исследованиями Ни в одном ВУЗе Такого нет У нас Очень мощный Кураторский Булок Воспитательный Где Воспитатель У нас Первый Второй Курс А получается Так Что Вот у нас Себе по своей кафедре Могу сказать Что он и на третьем И на четвертом Они все Вот они Растут Как одна семья И вот В том году Был вечер встречи Десять лет Да И они приехали Они ищут куратора Они Группа ищет Своего куратора Вот это и есть Та самая Я считаю Семья Которую Наша задача Как-то укрепить И Создать условия Чтобы Они чувствовали себя Здесь своими Вот это вот Самое главное И гордились С тем Что они В нашем Вузе Учатся И рассказывали Другим Не стесняясь На то Что кто-то Там посмотрит И скажет Ты откуда Они должны Гордо говорить Я с аграрного университета Это будет Однозначно Я уверен Что через 10 лет Так и будет И Те конкурсы О которых Мы сегодня Мечтаем Убежден Через Даже 2-3 года Ситуация Кардинально Поменяется У нас Будет Серьезный Конкурс И Приоритеты Будем отдавать Именно тем Кто будет Приходить С села И по целевому Направлению Потому что Наша задача Готовить тех Кто хочет Работать в сельском Хозяйстве И хочет вернуться Всего Для того Чтобы поднимать То самое Сельское хозяйство Потому что Первый этап Это введение Он произошел Земли Практически Самарской области Введены Мне кажется Буквально 1-2 года И даже Советский Пик По Валовому Сбору Он будет Побит Почему? Потому что Современные подходы Современные технологии Сегодня Показывают Что Абсолютный рекорд За всю историю Не за горами Это раз И Второе Сегодня Модно работать На селе Ведь Сегодня Вот В таком виде Садятся за штурвал Комбайна И в таком же виде Выходят Ни в каком-то другом Сегодня Не все отрасли Могут Увидеть И Вернее Не могут Предоставить Такие рабочие места Это Одно И второе Сегодня Иметь Высшее образование Нужно Как минимум Для того Чтобы работать В сельском хозяйстве Потому что Та сложная техника Технология Которая сегодня есть И Вот Те там Четыре Или шесть Лет обучения Которые Мы Даем Для получения Первичных знаний Этого не Достаточно Сегодня Каждый Кто хочет Получать Зарабатывать Позарабатывать Много Он должен Себя подготовить Что он должен Учиться Всю жизнь И вот Наша задача Мне кажется Вот Сначала Перевернуть И показать Обратную сторону Престижные Наши Вопустникам И вторая Ситуация Укрепить Те связи Которые Сегодня Есть С производственниками По Которые Которые Будет Складываться У нас И С точки Зрения Досуга У студентов Потому Что Наша площадка Является Уникальным Я имею Ввиду Поселок Нет Я Не Не во всех Аграрных Вузах Был Лично Но Вот Так Чтобы На одной Улице В шаговой Доступности Был Спортивный Комплекс Была Ледовая Арена Крытая Которая В этом Году Запустится Круглогодичная Был Открытый Каток Для Катания Была Открытая Хоккейная Площадка Был Футбольный Стадион Был Физкультурный Оздоровительный Комплекс С бассейном Был Дом Культуры Прямо Рядом Между Ними И Общежитие И самое Главное Учебные Корпуса И все Это В 10 Минутах Ходьбы Я Другой Такой Улицы И другого Такого Поселка Я думаю Больше Нет Это Точно И не Из-за Того Что Там Как Уникальные А Тот Самый Кампусный Проект О Котором Сегодня Все Только Говорят Что Где Нужно Строить А он У нас Есть Наша Задача Немножко Преобразить И Перезагрузить И Будет Однозначный Успех Продолжение следует Продолжение следует